На канале Сэмбери начинается программа ежедневно. Я Симон Бирюков. Мощность землетрясения на территории Турции и Сирии. Погибших более 4 тысяч человек. Пострадавших раненых более 22 тысяч. От фото и видео к фактам, статистике и новостям. Ход событий прямо сейчас. В 4 утра 17 минут 6 февраля 2023 года произошло землетрясение на территории Турции. В течение 6 числа несколько раз были толчки. В этот же день землетрясение было зафиксировано на юге Казахстана и в Тайване. 7 февраля землетрясение магнитудой 5 и 8 баллов было зафиксировано на территории Курильских островов. В этот же день, 7 числа, произошло новое землетрясение на территории Турции. Безусловно, трагедия, но именно беда сплачивает весь мир. Мощные землетрясения произошли 6 февраля 2023 года в Турции. Было зарегистрировано как минимум 2 толчка магнитудой 7,7 балла. Жертвы и разрушения в Турции. По последним данным погибли 3549 человек, 22 168 пострадали. Более 8 тысяч человек спасены из-под завала в ходе поисково-спасательных работ. Разрушения зафиксированы во многих турецких провинциях. Рухнуло более 5 тысяч зданий, в том числе многоэтажные дома, административные строения и больницы. По данным местных СМИ, обрушилась историческая крепость в провинции Газиантеп, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Порт Искандерун получил повреждения и временно прекратил работу. Жертвы и разрушения в Сирии. По данным Минздрава Республики, погибли 812 человек, еще 1449 получили травмы в провинциях страны. В Турции объявлен общенациональный траур с 7 по 12 февраля 2023 года. Всего же сейсмологи насчитали более 150 авторшоков. В Турции заявили об отсутствии угрозы цунами на Среднеземноморском побережье. Президент Турции Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим стихийным бедствием для республики с 1939 года. Сейсмическая активность ощущалась, в частности, на территории Израиля, Кипра, Ирака, Ливана, Абхазии, Грузии, Армении, а также России. Подземные толчки от землетрясения в Турции были зафиксированы даже в Гренландии. Нынешнее бедствие сравнимо с самым разрушительным землетрясением в истории Турции. В 1999 году на побережье Мраморного моря из Митии были зафиксированы толчки мощностью 7,7 балла. То землетрясение унесло жизни 17,5 тысяч человек. Международная реакция. Президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями, а позже в течение дня провел телефонные разговоры с лидерами Турции и Сирии. Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, Путин в этих беседах выразил готовность России оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Президент Сирии Асад с благодарностью принял это предложение, а президент Турции Эрдоган заявил, что дает указание компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей. Помощь окажут свыше 300 российских военнослужащих и 30 единиц военной и спецтехники, два Ил-76 и Ан-148 со спасателями на борту. МЧС России прибыли в Турцию для участия в ликвидации последствий землетрясения. Помощь Турции и Сирии предложили также 45 стран мира – Евросоюз, НАТО и МАГАТЭ. Об отправке своих спасателей в зону бедствия объявили власти США, Франции, Великобритании, Испании, Нидерландов, Австрии, Чехии, Белоруссии, Грузии, Японии, Тайваня, Алжира, Мексики и других стран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем родственникам и близким погибших Соболезнования сирийскому и турецкому народам. Это была программа ежедневно на канале Сэмбери Ясим Бирюков Не прощаюсь Подписывайтесь на все ресурсы Сэмбери, Рутуб, Телеграм, Вконтакте, Ютуб и Япи.